Во дворе домов по улице Ирчи Казака настоящий праздник. В день торжественного открытия царила тёплая атмосфера. Ведь теперь вместо старого дома появился новый и благоустроенный. При проведении работ были учтены интересы всех возрастных категорий, но основной акцент был сделан на досуг самых младших. У меня есть такая надежда, что вот так как сегодня собрались дети во дворе, так как собрались старшие, вы каждый год будете собираться в этом дворе и отмечать такой определенный праздник добрососедства. В рамках реализации федеральных программ формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году изменили облик 25 дворовых территорий. Уже завершается работа по строительству семи скверов на территории города. Посмотрите на эти контейнера и на эту контейнерную площадку. Давайте реализовывать, а эти контейнеры забирайте, и контейнерную площадку забирайте на базу, приводите в порядок, красть и переставляйте. На заседании штаба по благоустройству отметили, что ремонту на некоторых объектах препятствуют оставшиеся во дворах единичные гаражи, в том числе затягивается перенос газовых и электрических линий. Градоначальник отметил, что очень много сигналов получают от махачкалинцев, проживающих по проспекту Гамидова. Жильцов беспокоил процесс благоустройства и незаконное присвоение земельного участка, предназначавшегося для общего пользования. Юридически он находится в собственности участного лица. Мы туда бюджетно, естественно, не имеем права закладывать. Из-за этого мы сейчас переносим, что-то делаем, конфигурацию резкой площадки меняем. Там в будущем сделаем газон. Ну, в общем, эта территория, получается... По словам Салмана Дадаева, администрации города проводятся активные работы для улучшения качества жизни махачкалинцев. В том числе в этом ему помогает обратная связь с жителями города в социальных сетях. Алина Багилова, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала.